Итак, уберут ли отбойники на трассе Архангельск-Северодвинск? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня в студии для вас работают депутаты областного собрания Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. В прошлой передаче мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, как поступить с отбойниками на трассе Архангельск-Северодвинск, унесшими уже десятки жизней. И вот какие результаты мы получили. 38% оставить отбойники, надо соблюдать ГОСТы, пусть и устаревшие. 44% надо демонтировать отбойники, надо сделать дорогу максимально безопасной. И 18% затруднились ответить. Совещание в правительстве по данному вопросу состоится 28 июня. А 29 июня мы планируем через сессию Архангельско-Областного собрания обратиться к руководству Федерального Росавтодора, Министерству транспорта Российской Федерации, а также к сенаторам от Архангельской области для скорейшего решения данного вопроса. А пока вопрос с отбойниками так и не решен, Государственная Дума, что называется, под шумок последней сессии этого созыва приняла крайне странный закон. Причем приняла его пакетом поправок, чтобы как можно сильнее завуалировать главный и крайне принципиальный пункт этого закона. Это закон, который касается ювенальной юстиции? Да, и теперь нанесение побоев, не повлекшее последствия в отношении детей, не получится отделаться штрафом. Более того, за такие действия возможно получить вполне реальный тюремный срок. Такими побоями будут считаться шлепок, подзатыльник и так далее. Все подобные действия будут теперь рассматриваться исключительно в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Нанесение побоев детям в соответствии с новой редакцией Уголовного кодекса наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок, опять же, до 2 лет. Под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие, родственники, супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, удочеренные, дети, родные, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве. Как видно, это будет распространяться не только на детей, но и на бабушек, дедушек, сестер и братьев этого ребенка. Закон вызвал в обществе безусловную реакцию и резонанс. Так, общественный уполномоченный по защите семьи Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился открытым письмом к председателю Государственной Думы Нарышкину, а также к председателю Комитета Госдумы по гражданскому уголовному и арбитражному процессуальному законодательству Крашенинникову, собственно, инициаторам этих поправок, с просьбой об отклонении антисемейных норм законопроектов в третьем чтении и призывает всех неравнодушных также подписать подобные обращения. Приведем цитату из обращения уполномоченного. Прямо скажем, это лишение родителей конституционного права воспитывать своих детей. Поскольку это право предполагает использование родителями различных мер воздействия на ребенка, как поощрений, так и наказаний. Нарушается также статья 63 Семейного кодекса. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители не могут полноценно воспитывать детей, если им выкручивают руки и запрещают применять разумные меры физического воздействия на ребенка. Очевидно, что такое агрессивное лоббирование законов, разрушающих семейную иерархию и традиции, имеет одну единственную цель. Уничтожение института семьи в России. Это говорит уполномоченный Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Высказался и уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. В результате введения в действие названной законодательной инновацией посторонним лицам за побои и иные насильственные действия, впервые нанесенные ребенку, может быть назначено административное наказание до трех месяцев ареста, а родителям уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Такой подход криминологически не обоснован, а логически просто абсурден. Ну получается, что какой-то сторонний человек, если он причинит такой вред ребенку, будет наказан по административному кодексу, а родной, собственный родитель, получается, получит уголовный срок. Так же высказались и православные священники. Все они также против принятого закона. Согласно опросу 2012 года, 56% опрошенных в детстве получали от родителей шлепки, 34% наказывали ремнем, 33% опрошенных родителей признали, что им случается применять телесное наказание к своим детям. Возникает вопрос, неужели этот закон действительно вступит в силу, несмотря на такой резонанс в обществе? И действительно ли этот закон требует вмешательства Государственной Думы? Может быть, все-таки стоит сосредоточиться на действительно реальных проблемах? Например, на борьбе с коллекторами, которые действительно доводят людей до самоубийства, поджигают квартиры, насилуют и даже бьют людей. Конечно, парламентарии попытались урегулировать вопрос, но вышла очередная полумера. На этой же сессии Государственной Думы парламентарии приняли закон об ограничении действий коллекторов. Мы считаем, что это очередная полумера. Так, в соответствии с принятым законом, в первую очередь запрещается коллекторам применять физическую силу, угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление. Коллекторы теперь имеют право выходить на связь с должниками только с 8.00 до 22.00, в будни с 9.00 до 20.00, в выходные праздники. Должник может и вовсе отказаться от общения с кредитором или коллектором, отправив соответствующее заявление через нотариуса или заказным письмом. Получается, что вместо того, чтобы полностью прекратить деятельность фактически бандитских организаций, выбивающих долги, Государственная Дума их узаконила. Но не все депутаты Государственной Думы так рьяно отстаивают коллекторов. Есть и те, кто категорически против таких организаций. В частности, член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Борис Кашин заявил следующее. «Эта профессия не должна быть узаконена», – заявил он в интервью ТАСС. «Наша позиция такая – надо идти в суд, и пусть судебные приставы выполняют решение суда. А с помощью этого закона мы нелегальную сферу не уничтожим, а даже упростим, прикрываясь какой-то вот уже легальной структурой». Ну и в заключении нашей передачи опрос. «Как вы считаете, надо ли вводить уголовную ответственность родителей и родственников вплоть до двух лет лишения свободы за физическое наказание своих детей без причинения вреда здоровью и последствий?» И такие варианты ответов. Да, надо вводить уголовную ответственность. Нет, можно оставить административную ответственность за данные деяния, как сейчас. Вообще не вмешиваться в жизнь семьи, пусть сами разбираются. И вариант затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александра Дятлов и Екатерина Поздеева. Также на своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой мы ждем ваши отзывы. До свидания и всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok